А я продолжу напоминать. 23 августа 1939 года был подписан пакт о ненападении между фашистской Германией и Советским Союзом. Почему-то в России позиционируют данное подписание как отчаянную попытку Советов оградить себя от агрессии фашистской Германии. Однако в 1993 году был опубликован подлинник документа, приложение к этому пакту, где Германия и Советы фактически договорились разделить чужие земли других стран. В этом протоколе были отмечены Латвия, Эстония, Литва, Польское государство, Бессарабия, Финляндия. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война нападением Германии на территорию Польши. 17 сентября с другой стороны к ним присоединились Советы. И 28 числа между Германией и Советами был подписан договор разделения данной территории. Советы на этом не остановились, и в 1940 году уже присоединили страны Балтики, часть Финляндии, Северную Буковину и Бессарабию. А вот 22 июня 1941 года пакт о ненападении был расторгнут, потому что Германия вторглась на территорию Советского Союза. Вы понимаете, да, не выполнили обещания. Так что, говоря о Второй мировой войне, нужно говорить все факты полностью, а не тактично замалчивать неудобные моменты. И, кстати, по победителям. С 1941 года Советский Союз был включен в Ленд-Лиз по помощи против агрессии фашистской Германии. С 1941 по 1945 года на территорию Советского Союза было доставлено более 17,5 тысяч тонн различного груза, начиная от оборудования и заканчивая продовольствием. Гигантские потери и отсроченный перелом в ходе войны объясняется сложностью доставки всего Ленд-Лиза в глубокий тыл. Да и налаживание производства отняло очень много времени. На помощь было потрачено 11 миллиардов долларов. По курсу 2015 года это более 160 миллиардов долларов. Да, копеечки. И слишком долго придется перечислять страны, которые участвовали в этом самом Ленд-Лизе. Так что да, Советам помогали. И сказать, что именно Советский Союз является единоличным победителем во Второй мировой войне, ну не совсем правильно. Поставки Ленд-Лиза закончились только в 45-м году после подписания капитуляции фашистской Германии. А потери пришлись не только на русских, как вы это искажаете в своем видео. Но это отдельная и очень страшная история. Субтитры создавал DimaTorzok